Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и все едут в Техас. Люди даже задаются вопросом, а почему столько калифорнийцев переезжают в Техас? Но кроме людей и десятки компаний переезжают в Техас из-за того, что штат обладает более благоприятной регулятивной и налоговой политикой. В Техасе сейчас находится больше компаний из списка Fortune 500, чем в любом другом штате. Если что, Fortune 500 – это список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки. Одна из таких компаний, например, Goldman Sachs, начала строительство кампуса в Далласе, Техас, в котором, по ее словам, могут работать 5000 сотрудников. Также Илон Маск перенес в штаб-квартиры Tesla и SpaceX в Техас. Именно поэтому Даллас стал одним из самых крупных финансовых центров в США, если не в мире. И сегодня стала известна невероятная новость. Когда я это увидел, я отбросил все, чем был занят, чтобы как можно быстрее тебе об этом сообщить. Ведь в совокупности с другими событиями этот пазл складывается в очень интересную картину. BlackRock, крупнейший управляющий активами в мире, отделяет Техас от США. Финансово. Это же просто вау. Итак, тяжеловесы BlackRock и Citadel планируют запустить новую национальную фондовую биржу в США, чтобы составить конкуренцию Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ. По данным Wall Street Journal, два финансовых гиганта находятся на ранних стадиях планирования этого амбициозного проекта. А теперь очень важно. Решение о создании биржи в Техасе является частью более широкой стратегии по диверсификации финансового ландшафта. Иными словами, этот шаг полностью перевернет финансовый ландшафт в Соединенных Штатах. Причем слово «диверсификация» финансового ландшафта означает то, что и BlackRock, и Citadel ожидают коллапса существующей финансовой системы и создают альтернативную параллель. Кроме этого, они хотят, чтобы их финансовая система работала по более простым и прозрачным правилам. Техасская биржа попытается привлечь внимание компаний, которые стремятся избавиться от растущих затрат на соблюдение требований Нью-Йоркской биржи и NASDAQ, а также избавит их от необходимости соблюдения новых правил и жесткого регулирования. То есть это фактически другой рынок с другими правилами и другим регулированием. Отдельная финансовая система. Новая биржа предложит инновационные торговые решения и передовые технологии для привлечения инвесторов и компаний, которые ищут более эффективную и прозрачную торговую платформу. Почему это важно для криптовалютного рынка? Потому что BlackRock, Citadel и Техас вместе имеют большой потенциал, чтобы разрушить текущую монополию Нью-Йоркской биржи и NASDAQ. И второе, этот шаг отражает сдвиг корпоративного и финансового ландшафта в США в сторону Штатов с благоприятным деловым климатом. Это привлечет иностранные компании, которых ранее отпугивали жесткие правила на Нью-Йоркской бирже и NASDAQ. Теперь они смогут торговать на новой бирже в Техасе по простым и прозрачным правилам. И здесь самое интересное. Во-первых, это потенциально приведет к снижению комиссий. Во-вторых, упростит публичный листинг для криптовалютных компаний. То есть BlackRock не только отделяет Техас от США финансово, но и стремится превратить его в криптовалютный хаб. Зачем им это? Помнишь, о чем говорил Ларри Финк? Токенизировать все, все товары, все акции, все долги, каждая акция, каждая облигация будут токенизированы в блокчейне. Все будет доступно on-chain. И, кстати говоря, посмотри, как взрываются поисковые запросы on-chain в Google. Это уже тренд. Иными словами, BlackRock запускает биржу в Техасе не только для того, чтобы избавиться от этих навязчивых правил, которые существуют в остальных Соединенных Штатах, но также и для того, чтобы убрать всех посредников. А значит, Техас и происходящее там – это большая игра BlackRock в этом направлении. Скорее всего. Ведь мы уже знаем, что BlackRock работает над этим. Запускает спотовые ETF, запускает фонды на блокчейне Ethereum. Это может стать их следующим большим шагом. Во-вторых, одним из приоритетов Техасской национальной фондовой биржи будет листинг криптовалютных ETF. Неужели кроме Bitcoin ETF нас ожидают спотовый XRP ETF или спотовый Solana ETF? Кроме этого, доступ к этим ETF будет предоставлен и иностранным инвесторам. Как только нынешний фондовый рынок перестанет существовать и рухнет, на его месте появится новый. И, скорее всего, он будет токенизирован. И, возможно, запуск национальной фондовой биржи в Техасе, которая будет заточена больше на криптомир, на токенизированный мир – это просто-напросто подготовка к этому сценарию от BlackRock. И сейчас я покажу тебе еще два события, сложив которые вместе, мы получим сценарий отделения Техаса от Соединенных Штатов, но не географически или геополитически, а финансово. И все это под управлением BlackRock и Цитадели. Первое. В Техасе был предложен закон, который запретит цифровой доллар. Никаких цифровых долларов в Техасе. Но зато вместо него они собираются запустить свою собственную цифровую государственную валюту, обеспеченную золотом. То есть мы получим Техас собственной национальной биржей, токенизированными активами, спотовыми, криптовалютными ETF-ами, запретом цифрового доллара и внедрением собственной золотой цифровой валюты. Сюда же можно добавить еще и биткоин майнинг и переезд 75% компаний из списка Fortune 500, включая Tesla и SpaceX. И, кстати говоря, не стоит забывать про то, что в Техасе теперь будет производство полупроводников. То есть фактически BlackRock и Цитадель создают альтернативную финансовую систему в Техасе. Вот что происходит прямо сейчас. И она бросает вызов на самом-то деле даже не доллару, а цифровому доллару. Но, естественно, с другой стороны, несет большие-большие перспективы для биткоина. Меня зовут Богатий Шиди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!